Всем добрый вечер, мои хорошие! Начинаю следующий влог, а вернее это продолжение вообще предыдущих влогов. Пока дочки нет дома, чем я тут занимаюсь, осталась с кошкой и так далее. В общем, что я тут делаю? Сейчас только что смонтировала вам видео, второй и третий день. Думала, девочки, начать этот влог уже завтра утром. Но тут такая проблемка, хожу я, короче говоря, сегодня целый день и думаю, что за запах какой-то, знаете, запах канализации вроде, непонятный какой-то запах. И вот я когда приближаюсь ближе к мойке, я уже взяла там турбо этот, тирот или как он там называется, уже его заливала. Мойку постоянно мою, всё, что вокруг мойки, под мойкой, всё чистое, ни мусора там нет. Хожу уже, перенюхиваясь в каждом углу, всё равно приближаясь к мойке, запах ближе отсюда. И в конце концов меня осенило, что это может быть, почему может быть этот запах. Сейчас я вам покажу. В общем, девочки, у нас под мойкой вот такие вот коммуникации. Тут фильтр стоит. И вот такое вот, видите, колено. И я уже когда стала уже просто соображать, что к чему. И я теперь понимаю, что вот это колено, это не колено вовсе. Колено, это когда в нём находится вода, которая закрывает от канализации, от запахов. А тут, получается, вода сливается сюда. Ну, тут какие-то осадки опускаются. И вот здесь вот вода остаётся до этих пор. Остальная вода выливается в канализацию. И, по сути, получается, от канализации вот здесь запах поднимается сюда в трубу. И вот я его и нюхаю. Нужно сюда колено другое, где в колене задерживается вода, и потом выходит она в канализацию. В общем, нужно будет здесь другое колено покупать. А вот с таким коленом будет запах идти. Ну, это я не знаю, кто-то посоветовал, может быть, там, где она покупала. Ну, вот я и скажу. Не берите такое колено, девочки. А ещё, девочки, я для собственного успокоения хочу проверить колено. Может быть, там что-нибудь упало из пищи, завонялось. Я подставила ведро и сейчас откручиваю вот эту крышку нежно. Здесь абсолютно чистая вода вообще. Ничего нету. Тут вонять нечего совершенно. Ну, всё, я её закручиваю назад. В общем-то, она совершенно пустая. Никаких остатков пищи, ничего. Ну, вот просто это колено иногда нужно проверять. Нет, это идёт просто запах именно с канализацией воздуха. Ну, в общем, девочки, вот такой вот итог. Я даже... Вот эта вот полость, которая висит, да, вот это вот колено, я даже пальцем там проверила, там нету даже никакой перегородки. Если бы там была внутри перегородка, чтобы вода за перегородку не переходила. То есть воздух должен проходить как бы через воду. Вода является как пробка, которая не позволяет воздуху проходить сюда в комнату. Вот. У кого такие... Вот у кого такое же есть колено, девочки, напишите, пожалуйста, в комментариях, нет ли у вас там запаха от этого колена. Ну, я думаю, что этот запах, скорее всего, идёт оттуда. Что я сейчас ещё собираюсь сделать? В принципе, ничего уже, потому что время туда-сюда уже десятый час. И, в общем-то, нужно уже готовиться ко сну. Кое-какие дела ещё есть, которые бы я хотела сделать, но я сейчас уже на ночь не хочу ничего делать. С утра на свежие силы, в общем-то, займусь. Я хочу перебрать аптечку. Уже давно собирались с дочкой, но у неё, видно, руки до этого не доходят. Надо перебрать аптечку. Я периодически это делаю. Пересматриваю все медикаменты, срок годности. И то, что уже срок годности вышел, я выбрасываю. В общем, просто нужно собрать ещё всё в кучу, потому что что-то кинемся искать, что-то в одном ящике, что-то в другом. Пока что ещё вот до лекарств дочка не добралась. Пока она со своими вещами разбирается, но этим могу заняться я. Вот такие вот дела. Ну всё, мои хорошие, увидимся утром. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы сегодня с Милочкой проснулись в 7 часов утра. Ещё 10 минут понежились, полежали, потянулись на кровати. Вот. Ну, потом встали. Сейчас я сижу, пью кофе. Всем, кто смотрит утром, наливайте кофе. Что я сегодня хочу сделать? В общем, я себе так написала немножечко кое-какой список, чтобы кое-что не забыть. Потом уже посмотрим, что я буду делать дальше. Всё, девочки. Аптечку я перебрала, там перебирать нечего. В общем-то, я один ящичек освободила в комодике там маленьком. И туда всё сложила. Ну, лекарств сейчас мало. Они взяли, наверное, какие-то ещё с собой. Так, детские на всякий случай. В общем, я решила сейчас овсяночку свою поесть на завтрак. Кстати, я всегда в овсяночку капаю аквадетрим. Ну, 3-4 капельки вот так. У меня уже привычка, когда я ем овсянку, я вспоминаю всегда, что надо аквадетрим накапать. Сейчас поем кашку и попробую помыть окошко, хотя бы два окошка помыть там, где я снимаю рассвет и закат, чтобы было чистое стекло. Но окна высокие, я боюсь там залазить. Ещё сеточку надо будет снять, чтобы с той стороны окошка помыть соседнее. Сейчас попробую. Не знаю, получится или нет. Ну всё, девочки, вот эти два окна я помыла, решётку снимала. В общем, из-за того, что высокие окна, не так всё это удобно. Вот там в правом окне наверху не очень. С той стороны достать можно. Но, по крайней мере, я могу теперь снимать. Сейчас проверим. По-моему, прекрасно. Да, всё хорошо видно. Девочки, я же вам ещё обещала рассказать про эту микроволновку встраиваемую. Но я почитала инструкцию. В общем, ничего тут особенного такого нет. Единственное, что я могу сказать, что вот эта вот М-ка, это есть программа любимая, можно настроить на определённую мощность и определённое время. Ну, программа, которой мы пользуемся чаще всего. Это означает часики, это можно настроить время текущее. И вот здесь вот несколько есть программ, которые можно использовать для приготовления. Тоже там в каждой программе определённая мощность, определённое время уже в памяти есть. Также можно готовить, указывая вес. Ну, я думаю, что, скорее всего, дочка будет использовать просто... Вот выбираешь мощность, время выбираешь путём больше-меньше, вот так пальчиком проводишь, и всё. В общем, режим приготовления, потому что... Вернее, режим разогрева, потому что режим приготовления, оно, в принципе, очень-очень редко может использоваться. И там, в принципе, можно так тоже выбрать программу. Ну, и также вот есть на разморозку. Ну, на разморозку это вот маленькую мощность включить. Долгое время, в общем, всё размораживается. Есть такой режим, где можно сначала разморозить, а дальше уже приготовлять сразу же это блюдо. Ну, в общем, есть такие небольшие режимчики, но, я не знаю, мы, в общем, микроволновки как-то не привыкли готовить. Вот эта кнопочка открывается у нас, дверца сама открывается, подсветка включается. Вот она, наша модель. BF525LMW. Вот и всё. И ещё вот здесь вот такой вот значок нарисован. Это означает, что, когда, допустим, разогреваем мы в стакане жидкость какую-то, ну, вот воду там или там что-то, жидкость, то лучше ставить в стакан ложку для равномерного разогрева. Если ложки нету, то обычно в микроволновках есть такой, знаете, как внезапный разогрев. То есть греется-греется, бульбочек не видно, а потом может резко просто через верх уже начать кипеть, и таким образом может перелиться жидкость, можно обжечься. Ну, в общем, рекомендуется ложку класть. Ну, только ложку обычную, без всяких там позолот, чтобы никаких там не было на ней украшений. Позолоты тоже металлические вещи нельзя. Ну, в общем, в принципе, как в обычной микроволновке, ничего особенного тут такого нет. Ну, у неё есть сигнал, когда заканчивается, она сигналит. Ну, в общем, в принципе, особенного ничего такого нет, рассказывать нечего. Решила, девочки, побаловать себя жареной картошечкой. Селёдочка у нас тут была в морозильнике, я её почистила, надо её есть уже. И помидорчики с огурчиками, даже салат не стала резать, просто так поем. Вот такой обед у меня сегодня. Смотрим кино. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы с Деймичкой, хотела сказать. Мы с Милкой выспались сегодня. Вчера мы в полдвенадцатого уже выключили телевизор, спать легли, в семь часов проснулись. Я, кстати, заметила, что она просыпается, сядет рядом и смотрит на меня. Сидит и смотрит. Ну, мы выспались, проснулись, всё нормально. Вчера, вторую половину дня, я решила всё-таки досмотреть сериал «Напарницы». Там 20 серий, и вчера просто я их досматривала первый сезон. Ну, ничего, так вот просто увлеклась этим сериальчиком. Такой лёгкий сериал, интересный детективчик, расследование, любовная интрига и так далее. Ну, а сейчас я пью кофе, просыпаюсь и читаю ваши комментарии. Кстати, в комментариях есть интересные дельные советы. Вот у меня девушка одна пишет, что пока не приобрели посудомойку, попробуйте загрязнённую посуду сложить в таз, засыпать порошком бос и залить горячей водой из-под крана до самого верха, чтобы полностью вода с порошком покрывала посуду. И всё. Посуда полежит, отмокнет, и всё оттуда отстанет. Легко потом всё сполоснуть. И, в общем, абсолютно чистая посуда. Пишет, что она даже и вот тёрка, там где зубчики мелкие, трудно отмывается. Ну, я согласна, да. Я, кстати говоря, домой возьму этот бос и попробую, потому что у меня посудомойки нет, мне ставить её некуда. Девочки, когда я работала на бытовой технике, вот честно скажу, у меня посудомойку взять со скидкой по акции была несколько раз хорошая возможность. Я приходила домой, я так хотела эту посудомойку, тем более я знала о её плюсах вообще. И я уже голову ломала, куда её поставить, что куда переставить передвинуть. Но, в общем, никуда её я не поставить не могу. Даже маленькую думала взять, такую вот, знаете, совсем маленькую. Но всё равно некуда её ставить. В общем, в итоге без посудомойки обхожусь. Но, с другой стороны, я одна, посуды много не пачкаю. Так что мне как бы посудомойка не обязательна. Единственное, конечно, когда дело доходит до чистки кастрюль, вот этих крышек, где вот эти вот ободочки, там вот это, где грязь забивается, это трудно мыть. Да, вот какие-то есть труднодоступные места, и вот сильное загрязнение, вот эти жировые отложения очищать. Правда, и усилия надо применять, и, в общем, время, и всё такое. Да, ну, кстати говоря, у меня есть большой таз, и да, надо попробовать взять вот этот босс. Вот мне как вариант это подойдёт. Ну, и тем, у кого тоже вот посудомойку поставить некуда, либо денег нет, ну, нет возможности её приобрести, тоже, кстати, хороший совет, хороший вариант. И ещё девочки советуют взять в пятёрочке уникум, такое средство, которое растворяет жир, но тоже как вариант тоже можно попробовать, в общем. Вот, ну, по посудомойке могу сказать, что посудомойка на самом деле, конечно, окупается. Её купить нужно, деньги затратить первоначально. Ну, если у кого-то вот семья большая, допустим, там, ну, больше двух человек уже. Уже, конечно, посудомойка – это хорошее подспорье, потому что я знаю, что вот у нас в детстве всё время был спор, кто будет мыть посуду. Она складывалась в мойке, и вот это вот мыть посуду, это было прямо, вот я как помню, всем это ненавистное занятие. Это во-первых. А во-вторых, вы представляете, сколько стекает с крана воды, вот когда кран открыт, вы просто задумайтесь, сколько стекает воды за время мытьё вот этой вот посуды. Вот представьте себе, вот посуда в мойке лежит, да, вот грязная посуда, полная мойка посуды. За это время, пока вы перемоете эту посуду, сколько стечёт воды с крана? Это очень большое количество. Ну вот кто-то подсчитывал, где-то в день 160 литров уходит, да. А если вы посуду за день соберёте, в посудомойке, то за один цикл уходит буквально вот от 9 до 12 литров воды. То есть это очень экономичное. Посудомойка там как происходит процесс? Наливается сначала туда вода, ну где-то около 3 литров, примерно, да, там я могу немножко ошибаться, плюс-минус. Моющие средства агрессивные, потому что, ну, в таблетке там меньше компонентов. А если брать отдельно моющее средство, которое засыпается как порошок, там, я знаю, 7 компонентов, около 7-8 компонентов агрессивных моющих, моющих таких вот разных компонентов химии. И вот вода нагревается до той температуры, которую руки наши не терпят. Мы моем где-то, ну, 40 градусов, это максимум, у которой руки могут терпеть температуру. А там уже 65-70 градусов температура более высокая. Представьте себе еще вот эти вот агрессивные моющие средства, да, и потом вода начинает просто вот это циркулировать. Вот она нагревается и циркулирует. Она бьет струей на протяжении там определенного количества времени. То есть она уже разъедает всю эту грязь, все эти отложения жировые и все. Потом происходит процесс ополаскивания от моющего средства, потом идет процесс ополаскивания с ополаскивателем. А что делает ополаскивателем? Он смягчает воду, и вода уже просто вот стекает, она как капельки, знаете, стекает. Я не знаю, если у кого-то есть автомобиль, кто автомобиль мыл, вот есть такая функция без разводов. И там вот уже просто капельки целенькие такие стекают. Посуда, она уже от ополаскивателя становится как бы сухой. То есть на ней капли не задерживаются. Вот эта вот водяная пленка, которая на капельке находится, она растворяется и капли стекают. Ну, в общем, каким-то таким образом пытаюсь вам объяснить. Это трудно мне объяснить уже сейчас. Многое, что вот уже из памяти вылетело, то, что я проходила на тренингах. И, в общем, получается, что, грубо говоря, 3 литра вам эту посуду, такое количество посуды перемоет, 3 литра сполоснет, и 3 литра с ополаскивателем, где вода уже чистая, и водяная пленка вот эта вот растворяется на воде. На каждой капельке воды есть такая вот пленочка, знаете, вот она растворяется, и вода капельки не стекает. И таким образом происходит, в общем, даже и сушка этой посуды. При том, какое количество посуды, ну, это, ладно, сейчас вот кастрюли, там в основном такие, вот знаете, ставила, да, в посудомойку. Но если посмотреть 9 комплектов, а что входит в один комплект? Это вот представьте себе сервировка стола. Это идет туда глубокая тарелка, мелкая тарелка, салатная тарелка, там под тарельник, блюдце. Ну, я знаю, что 5 тарелок, это точно в одном комплекте. Потом идет чашка чайная, стакан или бокал, и идут где-то 5 примерно предметов. Это ложка чайная, ложка столовая, вилка такая, вилка другая, и нож, в общем, еще 5 предметов, которые вставляются вот туда. И вот представьте себе 9 таких комплектов, да, то есть сервировка стола на 9 персон, можно сказать, помещается в эту посудомойку. Главное просто знать, как правильно их поставить, чтобы их туда поместить. То есть, в общем, как говорится, за целый день, вот если взять такую среднюю семью, там 2-3-4 человека, за целый день там можно насобирать этой посудой, и за один раз ее и помыть. Вечером на ночь, допустим, включить или просто вечером включить посудомойку, и все. То есть, грубо говоря, за целый день ведром воды вот это все помыть. Но я вам хочу сказать, что я вот, например, не привыкла посудомойкой пользоваться, за всю жизнь посуду мыла я руками, и при том, что я одна живу, да, вот даже сейчас я нахожусь одна, имея посудомойку, я поела и спачкала одну тарелку. Мне ее несложно помыть просто, как говорится, в мойке, и все. Сразу я мою посуду, я никогда ее не складываю. Но, тем не менее, периодически можно посудомойкой воспользоваться, для того, чтобы посуду отмыть чище, все-таки посудомойка отмывает посуду чище, чем мы это моем руками. Ну, а в общем-то, я очень рада, мне приятно, что кому-то моя информация стала полезной. Да, есть, конечно, некоторые вещи, которые мы проходили вот на тренингах, но в магазине обычно об этом не рассказывают, ну, потому что и времени нету. Не все консультанты, кстати, эту информацию знают, потому что проводятся тренинги, но не все консультанты на эти тренинги ходят. Я не пропускала ни одного тренинга. Кто-то еще написал, что духовка, вот решетка, где в духовке есть, кто-то даже не знал, что на этой решетке можно делать гриль. Да, можно делать гриль. Еще эта решетка нужна для того, чтобы ставить туда какие-то формочки, вот небольшие формы, где вы, допустим, там делаете запеканку, либо пирог какой-то печете, хлеб может быть. Вот такие формочки тоже ставятся на решетку. Мне там даже кто-то посоветовал испечь пирог при езду. Но, девочки, пока что формочку такую не купили. Вот когда купим, у меня формочка есть. Если видели, я готовила, у меня такая небольшая формочка, где я запеканку делала, уже не раз показывала вам. Ну, так, шарлотку, еще какие-то можно там пироги, в общем, что-то такое жидкое можно в этой формочке делать, если противень слишком большой. Есть глубокий, но большой, на большую семью, только если готовить, или для гостей что-то такое. А если семья небольшая, нужно небольшую порцию, то вот формочку надо купить. Мне кажется, я такую формочку видела в магнит-косметик, надо будет заглянуть туда, посмотреть. Ну, а свою формочку я покупала, в общем-то, на рынке. Давно уже, поэтому она у меня есть. Обычная такая квадратненькая, она немножко даже прямоугольная и с антипригарным покрытием, хотя я обычно застилаю ее пергаментной бумагой, когда что-то выпекаю. В принципе, о бытовой технике, вам как бы я уже все рассказала из той бытовой техники, которая здесь есть, какие у нее есть возможности, в общем, всякие разные возможности есть. Кстати, у нас духовка с обычным переключателем температуры, и у нас температура от 50 градусов. Но я вам хочу сказать, что есть духовки, где цифровой переключатель, то есть там точная температура до градуса, и температура в духовке вот у 30 градусов такие в продаже есть. Они немножко дороже стоят. Но вот в такой духовке можно даже йогурт готовить, потому что он готовится при температуре 38-39 градусов. Ну, там прям строго нужно выдерживать температуру для того, чтобы делать йогурт. Ну, у нас для йогурта есть мультиварка, там есть режим йогурт, и, в общем-то, йогурт мы там и готовим. Почитала я еще инструкцию от нашей варочной панели. Есть вот эти вот газовые комфорки, которые разного диаметра. Вот, что я там вычитала, что каждый диаметр, в общем-то, приспособлен, должен быть, к определенного диаметра посуды. То есть маленькую посуду, посуду маленького диаметра нельзя ставить на широкую комфорку. Комфорка быстрого разогрева, это вот самая широкая, которая есть. Ну, чтобы пламя не охватывало бока посуды. Пламя должно быть под низом. Вот. Ну, это вот такая, не знаю, ценная, неценная информация для кого-то. Я знаю, что многие люди просто покупают бытовую технику и не читают инструкцию, но так как я с техникой работала, я знаю, что инструкцию нужно обязательно первоначально прочитать, для себя что-то оставить в голове, нужное, важное. И все. Потом уже можно ее отложить и, может быть, и не заглядывать даже туда. Вот. Ну, вроде бы я все вам сказала о технике. Что у меня сегодня по планам? В общем, девочки, сегодня у меня никаких планов особых нету. Я вам хочу сказать, что, да, первое время, вот я убрала все, что хотела. Больше по уборке тут делать мне нечего. Здесь чисто. Пачкать некому. Готовить мне для себя особо много не нужно ничего. Для одной. Ходить куда-то тоже особо. Я куда-то и не стремлюсь вообще выходить. Только в магазин и все. Поэтому я валяюсь на диване, смотрю сериал. Вот. И сегодня тоже у меня еще, сегодня, завтра, послезавтра аж вечером они приедут. Поэтому у меня еще есть время для того, чтобы купить еще какие-то продукты к приезду, что-то приготовить. Но это я буду делать, скорее всего, в последний день. У меня целый день будет для подготовки, для готовки, для подготовки к приезду моих дорогих дочки и внука. Вот. Ну, а сейчас что? Я бездельничаю, лежу и читаю комментарии и смотрю сериалы. Сегодня я запущу какой-нибудь новенький сериальчик. Надо будет найти что-нибудь интересное. Если будет интересный сериал, я вам скажу, какой я смотрю. В общем, готовить тоже сегодня, наготавливать ничего такого не буду интересного. То, что вы уже знаете, я, скорее всего, наверное, пожарю себе обивные, сделаю салатик, и это будет мой обед. На завтрак всегда у меня овсянка. Ну, а на ужин тоже там что-то перекушу. В общем, в принципе, особо ничем заниматься сегодня не планирую. Поэтому я, скорее всего, видео сейчас на этом завершу и сяду его сейчас смонтировать. Вот это будет у меня уже занятие. Если что-то интересное я буду сегодня делать, это попадет уже в следующее видео. Кому видео мне понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok